Уважаемые слушатели, мы продолжаем лекцию о распространении микробов в природе. И теперь мы будем говорить о микрофлоре тела человека, или как сейчас модно говорить, микробиоте тела человека. Ребёнок развивается в полости матки в стерильных условиях и рождается стерильно. Но уже с первых минут после рождения он вступает в контакт с микрофлорой окружающей среды, и в течение короткого времени его кожно-покровые и слизистые оболочки, сообщающиеся с внешней средой, населяются разнообразными микроорганизмами из воздуха, а также в результате контакта с матерью, обслуживающим персоналом родильного дома и предметами ухода. В результате этого формируется новая экологическая система на организме человека, населяющая его микрофлора. Эта система очень динамична, так как взаимоотношения в ней симбиоз микроорганизмов с макроорганизмом могут носить характер мутуализма, комменсализма или паразитизма. Под мутуализмом понимаются такие взаимоотношения, которые имеют взаимовыгодный характер. То есть микроорганизмы питаются за счёт своего хозяина, но не только не причиняют ему никакого вреда, а напротив приносят пользу, например, синтезируют для него витамины. Комменсализм – форма существования, при которой микроорганизмы питаются за счёт своего хозяина, не нанеся ему особого ущерба. Но при известных условиях комменсалы, которыми обычно являются условно-патогены бактерий, могут стать виновниками различных, чаще всего гнойно-воспалительных заболеваний. Это могут быть стафилококки, стриптококки, граммоотрицательные бактерии. Антагонизм или ещё паразитизмом называют его существование микроорганизма за счёт хозяина, сопровождающийся нанесением ему серьёзного ущерба в виде того или иного заболевания. Нормальная, то есть в условиях здорового организма, микрофлора в количественном и в качественном отношении представлена на различных участках тела неодинакова. Причина этого – неодинаковые условия обитания на коже и слизистых оболочках разных органов. Заселение тела человека в микроорганизм происходит в результате оседания пыли и проникновение их вместе с вдыхаемым воздухом, принимаемой пищей и тому подобное. Общий количеств микроорганизмов, обнаруженных у взрослых человек, достигает 10 в 14 степени, что почти на порядок больше числа клеток всех тканей человека. В разных участках человеческого тела в соответствии с условиями обитания формируются ассоциации микроорганизмов, состоящие из разнообразных видовых сочетаний. На слизистых оболочках, особенно желудочно-кишечный трактор, представители нормальной микрофлоры обитают в виде двух форм. Часть из них располагается в просвете, другая часть заключена в высокогидратированный матрикс, который состоит из эксополисахаридом муциновых компонентов, образуя своеобразную биопленку. Заключенный в эту биопленку микроорганизм обладает по сравнению с просветом более высокой устойчивостью к действию физических, химических и биологических факторов. В случае, когда эти факторы подавляют компенсаторные возможности экологической системы, могут возникать микроэкологические нарушения, результатом которых могут быть различные патологические состояния и другие неприятные последствия в виде заболевания. В природе микроорганизм редко живут в виде изолированных колоний, которые мы видим на лабораторных средах. Им больше характерны проживания в сообществах, называемых биопленками, которые представляют собой тонкие слизистые слои бактерий, прилипающие к поверхности. Этот факт не был принят во внимание до развития конфокальной микроскопии, которая способствовала становлению трехмерной структуры. Биопленки более очевидны. Биопленку также можно рассматривать как гидрогель, который является сложным полимером. Представьте себе слизь на камне, взятый из воды, или налет на зубах. Языком, если лезнете зубы, гладкая она. Вот это и есть биопленка из микробов. Химическая связь клетка-клетки или кворум восприятия позволяет бактериям координировать свою деятельность и группы вместе сообщества, которые весьма обеспечивают преимущество многоклеточных организмов. Поэтому биопленки не только бактериальные слои и слизи, но и биологические системы. Бактерии организовывают в координированное функциональное сообщество. Это сообщество может быть одного или разнообразной группой микроорганизмов. Биопленки также могут принимать более разнообразные формы. Быстро текущих потоков биопленки могут быть в форме нитевидных стримов. Внутри биопленки бактерии способны делиться, питаться различными веществами и укрыться от бредных фактов окружающей среды, таких как высыхание, антибиотики и иммунная система организма. Близкое расстояние микроорганизма внутри биопленки может также садиться в передаче генетической информации с помощью, например, конюгации. Биопленка обычно начинает формироваться, когда свободно плавающая бактерия прикрепляется к поверхности. Если эта бактерия росла в равномерном густом монокулярном условии, она станет переполненной, питательные вещества не будут доступны в нижних глубинах и могут накапливаться токсичные отходы. Но микроорганизм сообщества биопленки иногда избегает таких случайных проблем с формированием структур, которые называются каналами, расположенными между ними, через которые вода может обеспечить поступление питательных веществ и выведение отходов. Это представляет собой примитивную циркуляторную систему. Отдельные микробы и сгустки слизи время от времени покидают биопленку и переходят в новое место, где биопленка становится расширенной. Микроорганизмы внутри биопленки могут работать совместно для выполнения сложных задач. Например, пищеварительная система у жвачных животных, таких как крупный рогатый скот, требует множество различных видов микроорганизма, чтобы разложить целлюлозу. Микробы пищеварительной системы жвачных расположены в основном в пределах биопленки. Биопленки также являются важным элементом функционированной системы очистки источных вод. Однако они также могут стать проблемой в трубах, где их скопление препятствует циркуляции. Биопленки – важный фактор, влияющий на здоровье человека. Например, микробы биопленки, вероятно, в тысячу раз более устойчивы к бутрицидным веществам. Специалисты Центров контроля профилактики заболеваний подсчитали, что 70% человеческих бактериальных инфекций включаются в биопленки. Большинство инфекций, возникающих во время медицинского ухода, вероятно, связанных с биопленками на медицинских катетерах. На самом деле, биопленки формируются почти во всех существующих медицинских устройствах, включая искусственные сердечные клапаны. Биопленки, которые также могут включать в себя грибы кандиды, и встречаются во многих болезненных состояний, таких как инфекция, связанная с использованием контактных линз, кари, зубов, а также инфекция, вызванная псевдомонадами. Один из подходов к предпрощению формирования биопленки является включение противомикробных средств на поверхности, в которых биопленки могли бы формироваться. Другой подход включает открыть то, что лактоферин, который в изобилии содержится в секрециях, может ингибировать образование биопленки. Лактоферин связывает железо главным образом среди псевдомонад, который ответственен за муковосцидоз биопленок, являющийся причиной патологии этого наследственного заболевания. Недостаток железа ингибирует поверхностную подвижность, необходимую для агрегации бактерий в биопленку. В настоящее время большинство лабораторных методов в микробиологии используют организмы, культивированных в их планктонном режиме. Впрочем, сейчас микробиологи предсказывают повышенное внимание на том, как на самом деле живут микроорганизмы в отношении друг от друга, и что это будет рассматриваться в промышленных и медицинских исследованиях. Нормофлора содержится везде, то есть в тех отделах, где непосредственно этот биотоп сообщается с окружающей средой. Это внешние покровы и различные слизистые оболочки, которые сообщаются с окружающей средой. Микробов нет во внутренних органах, в крови, в тканях, лимфе, спинно-мозговой жидкости, в матке, в центральной нервной системе, в лимфе. В настоящее время нормофлоры делят на облигатную, постоянную, резидентную, индигенную, или она еще называется аутохтонная. Или вторая группа – это факультативная, еще его называют условно-патогенной, случайной, транзиторной. Это аулохтонная. То есть та флора, которая может быть, может и не быть, и от этого человек не заболевает. Теперь мы прервемся, сделаем перерыв, а потом продолжим лекцию. Микрофлора кожи. Кожные покровы обильно заселены микроорганизмами, особенно места, защищенные от действия света и высыхания. Это подмычные впадины, межплицевые паховые складки и промежность. Количество бактерий на 1 квадратном сантиметре варьирует от нескольких единиц до сотен тысяч особей. По расчетам Ремленджи, общее число микробов на коже одного человека колеблется от 100 миллионов до 1 миллиарда клеток. Существенное значение имеет гигиеническое содержание кожных покробов. Наиболее постоянный состав микрофлоры не на поверхности кожи, где он нередко имеет случайно характер, а в глубоких слоях ее в области устьев сально-волосяных фолликулов. Наиболее частым представителем кожной микрофлоры является стефилококкоэпидермальная, стефилококсопрофитикус, грибы рода кандида, реже встречаются дифтероиды, микрококкия. На кожных покровах условия для размножения бактерий не очень благоприятные, так как на них губительно действуют высыхание, дискломация эпителия, образующая перекись, кислая среда и другие антимикробные факторы. При нормальном состоянии кожных покров человек не ощущает присутствия на них микроорганизмов, но при травмах, потертостях, потливости, экзоматозных поражениях они тотчас же дают о себе знать, вызывая процессы гнилостного разложения, отторжения эпидермиса, воспаления сальных и потовых желез и нагноительные процессы. Сдвиг пропорции микрофлоры кожи в сторону увеличения доли грамотно-рогицательных микроорганизмов с доказанием на нарушение ее нормального состава. У кого изучается микрофлора кожи? Микрофлора кожи изучается у работников пищеблоков, продуктовых магазинов, детских садов, буфетов, столовых, работников, а также у медработников, особенно у тех, кто работает с детьми и руки хирургов. Существует несколько методов определения загрязненности микрофлоры кожи рук. Это метод баг-отпечатков, когда руку вставляют на питательную среду, забирают и на следующий день изучают выросшие колонии. Или берется смыв из рук и сеется бактериологическим методом. Вот здесь мы видим микрофлору кожи рук до обработки и после обработки его дезраствором. Вот так вот определяется чистота. Микрофлоры верхнодыхательных путей представлены с рептококхами, дифтероидами, мракселами, псевдомонадами. Основная масса микрофлору рота и носоглотки приходится на долю зеленящего с рептокока. Его где-то более 90%. Постоянно в меньшем количестве встречаются иные серии каренобактерии, или их называют еще дифтероидами, и стафилококки. На состав микрофлора оказывают влияние бактерицидные вещества слюны, лизоцин, концитарная активность лейкоцитов, ассорбционные свойства слизи, ирисичек и бетриарных клеток. При спокойном дыхании человек с каждым вдохом поглощает от 1,5 до 14 тысяч и более микробных клеток. Но все они задержатся в верхних отделах дыхательных путей. Это доказано многими экспериментами. Слизистая оболочка гортани, трахеи, бронхов и альвеолы здорового человека не содержит микроорганизмов. Когда же много микроорганизмов в дыхательных путях? В зимний период, когда кровеносные сосуды сужаются и защита уменьшается у человека. Чаще болеют также дети и старики, заболеваем органами дыхания, потому что у одних иммунитет еще не наладил свою функцию, а у стариков уже атрофируются. И очень часто органы дыхания поражаются различными инфекциями у курильщиков, так как у них слизистая утолщается. Микрофлора – слизистый глаз. Слизистый глаз, если вы помните рисунок микрофлоры тела человека, самое меньшее количество микробов в слизистый глаз, где-то 10-2 степени. Почему? Потому что глаза всегда влажные. В слезной жидкости очень много лизоцима, который не позволяет размножаться микроорганизма. Но имеется в слизистый глаз своя микрофлора. Это коринобактерия ксироза и стафилококкопидермальный. При различных патологиях у тех, кто носит очень долго линзы или с возрастом в микрофлорах различные микробы увеличиваются и дают какие-то различные вновоспалительные заболевания. Микрофлора мочеполового тракта. Она менее обильна, но по видовому составу она разнообразна и представлена с цифилококками, дифтероидами, стрептококками, микобактериями, бактероидами, фузобактериями. В наружных отделах половых органов и в мочеводящих путях чаще всего обнаружатся микобактерии смигмы и фузобактерии у мужчин. У женщин, конечно, микроорганизмов больше, потому что у них все условия для их колонизации и размножения. С возрастом меняется его состав у женщин, особенно во время менструации. До менструации количество уменьшается, так как, естественно, идет снижение PH, то есть среда переходит в кислую сторону, и многие микробы в этой среде не могут размножаться. При беременности увеличивается гликоген, увеличивается содержание лактобактерий, которые также создают кислую среду и не дают размножаться другим патогенам, условно патогенам микроорганизма. После родов снижаются гормоны, увеличиваются различные аэробные бактерии, лактобактерии уменьшаются, поэтому, вы знаете, соблюдается после родов челя. В менопаузе также резко уменьшаются гормоны, то есть эстрогены, снижается гликоген, лактобактерии, бифидобактерии, и увеличиваются различные аэробные и аэробные микроорганизмы, а также микроорганизмы кишечной группы. Во влагалище здоровых женщин преобладают молочнокислые палочки, додерлейна и дифтероида. Значительно реже встречаются стриптококки, стафилококки, пептострептококки, клостриди и грамм отрицательной палочки. Число бактерий в мочеполовом тракте значительно уменьшается по мере удаления от его наружных отделов. Полусматки, фаллопиотрубы и мочевой пузырь здоровых людей обычных микробов не содержат. На состав микрофлора мочеполового тракта оказывают влияние бактерицидные свойства секретов половых путей, а у женщин высокая кислотность влагалищного секрета PH от 4 до 4,6, который регулируется молочнокислой палочкой додерлейна. За счет образуемой ею молочной кислоты при расщеплении углеводного компонента слизи, прежде всего гликогена, кислосреда угнетает рост эфилококков и грамм отрицательных бактерий. По кислотности среды и количеству лактобактерий судят о частоте влагалища. Имеются 4 степени частоты влагалища. Первая степень – это у девушек. После замужества начинается вторая-третья степень. А уже во время менопаузы или при беспорядочном половом образе жизни появляется четвертая степень. Как же исследуется микрофлора влагалища? Берется стерильным тампоном из трех точек обычно. И лучше всего, конечно, взять после менструации. После менструации, когда идет естественное снижение кислотности этого биотопа. И все микробы, которые имеются или которые были в хроническом состоянии, они все могут проявляться при бактериологическом исследовании. Вот то, что вы должны были знать о микрофлоробиотопах. Теперь прервемся на перерыв, а потом продолжим лекцию. Продолжение следует...